Я инженер-строитель. Джейн, бери его себе. Ой, такой хорошенький. Инженер! 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 Этот парень очень знаменитый здесь на острове. Смотри, фотографии. О, вот оно что. Он ищет филиппинскую девушку. Ну что, теперь хочешь посидеть со мной? Я стесняюсь. Мы просто будем говорить. Ситуация такая. Две девчонки сейчас должны подъехать, но они такие пухленькие, не знаю. А вот это, ну, это хорошенькое прям. Вот они подъедут, а я скажу, ну вот я уже с одной познакомился. А дальше посмотрим на их реакцию. Добрый вечер. А у тебя как девишки здесь? Я ожидаю мой транспорт. О, вы носите эти гребаные маски. А вот на пангла у них кто не запаривается. Три девчонки. Ну такие в теле, чё в теле нормальные по сути. Я бы тебе посоветовал есть куриную грудку, потому что она не жирная. А мы любим эту свиную шаварму. Давай, братан, сыграешь. Если двойная голубая или двойная белая, ты, короче, выиграл. А если и белая, и голубая, братан, просрался. Всем привет. Я анонсирую свою крупную поездку на остров Бахол. То есть это остров Панглау. Сейчас я сажусь на свой мотобайк и еду на вот этот вот огроменный остров. У меня будет тур. Я думаю, скорее всего, двухнедельный. Сначала я еду в Бали-ли-Хат. Это где-то середина острова. Там познакомился с девушками на пляже несколько дней назад. Сказали, приезжай к нам, мы тебе покажем, как живем. Познакомим. Одна девушка, меня уже с ней сватали. Ей 18 лет. Она сказала, что у меня сестра, ей 22. Она точно с тобой хочет познакомиться. Вы такие активные. А вы здесь студенты. А у вас здесь есть свободные девушки? А чем ты занимаешься по жизни? Я инженер-строитель, но... А вы знаете, что мои подписчики стремятся приехать сюда, потому что они знают, что здесь могут найти лучшую жену. Это что, значит, что ты хочешь быть моей женой? Хорошо, а сколько тебе лет? 19. 19? Ну, уже норм, уже взрослая, да? Для того, чтобы встречаться с русским парнем. Она красивая. Ребята, ну расскажите мне вот честно, если я действительно хочу встречаться с девушкой здесь, то с какого возраста это здесь приемлемо? 18? 18? Это точно окей? Да. А я тебе нравлюсь? Л.Джей, ну давай спросим твою маму разрешение. А где ты живешь? Балилихан. А? Балилихан. Балилихан? Балилихан. А это какой остров? Это не остров, это провинция здесь. Провинция? А что мы будем делать, когда начнем встречаться? Что же это творится? Кто такой? Кто-то суток. Все празднуем. Ну че, братан, ты же на ней женишься, да? А, ну конечно, да. Ну конечно, мне нужно немножко больше о тебе узнать. Ну, например... А ты узнай ее фейсбук аккаунт. Фейсбук аккаунт? Да, а у тебя же есть телефон? Веди меня. И один день буду там, один-два дня. А потом я еду к уже известной вам девушке, очень симпатичная. Аль Мафе. Я договорился с ней ту бегони, как и три с лишним лет назад. Вчера разместил буквально пост в местном паблике под названием Бахол и Панглау, что я блогер, и я хочу, чтобы кто-нибудь меня из местных познакомил своими местами, где вы там живете, на острове Бахол. Сначала один-два человека написал, а потом мой пост репостнули больше 500 раз. Себе на стену разные девушки. И мне начало писать огромное количество девушек, просто список добавлений в друзья. Я помню, последний раз было больше 300, но я потом уже перестал отслеживать, потому что невозможно это листать, листать, листать. И девушки мне пишут, вот приезжай в мою именно деревню, в мою место, я тебе покажу, все расскажу. В общем, очень доброжелательно практически всегда. Некоторые мне прям звонят по видеозвонкам, кто-то видно накрашенные, то есть они за собой ухаживают, симпатичные, кто-то пострашнее. То есть я, естественно, сейчас все это отфильтрую, выберу для вас самых красивых девушек, тем более как-то спланирую время, чтобы можно было по кругу весь остров объездить. Меня будут знакомить с разными местами, окрестностями большого острова Бахол. Все, сейчас уезжаю я вот на мотобайке, у меня рюкзак, все вещи свои собрал, моя сумка. Все, все мои пожитки, все, с чем я путешествую последние три месяца и сейчас поеду дальше. Вот ноутбук у меня только сколько места занимает, представьте, поехали. Столько стал этим путешественником, что даже забыл, мне нужно же забронировать хоть жилье какое-то. Я с этими сумками ехать сейчас буду, думаю, мне тяжко. У меня есть тут веревка должна быть. Кстати, вот эти документы тоже важны, если меня полиция остановит, я должен буду их предъявить, поэтому терять на них нельзя. Это регистрация транспортного средства. Прибыл в Токбеларан, в принципе, за 20 минут всего из Донава. Гостишка такая очень приятная, несмотря на то, что очень дешевая, то есть я снял за 676. Ну и такое тихое, спокойное здесь местечко, смотрите сами. Мотобайк тут поставил. Мне очень нравится Red Doors, очень чисто здесь. Тут даже местечко посидеть, вроде никого и нету. Вот мотобайк о своей синей поставил. Чисто, спокойно. Сейчас сяду в мотобайк, поеду, поисследую. Окружность надо, надо путешествовать, ездить, ездить. Нельзя на одном месте. Смотрите, 680 спейса, это 750 рублей, по сути, да? Хотя и курс скачет туда-сюда рубля. В общем, комната, ну, блин, шикарная. Кондиционер есть. Блин, есть все. Горячая вода. Да что еще надо-то? Стало уже знаменитым, меня узнают с 711, и они говорят, ты сделал пост в этой группе в Facebook, и мы тебя все знаем. Добрый вечер. Не хотела ли бы ты со мной сесть туда? Ты знаешь, потому что я одинокий, свободный. Ты такой красавчик. Спасибо, но если это так, почему они тогда... Ну, они, наверное, стесняются. А ты знаешь, мне надо туда. Ну, конечно. Но ты свободная? А сколько себе лет? 18. А, ну ты уже взрослая, да? Так все-таки давай садись со мной? Ну, мне надо туда. Ну, а когда вернешься? А, ну то есть ты вернешься и со мной посидишь. Отлично. Ситуация такая. Две девчонки сейчас должны подъехать, но они такие пухленькие, значит. А вот это, ну, это хорошенькое прям. Ну, не знаю, вот они подъедут, как бы место они мое знают, они сами указали. А я скажу, ну вот, я уже с одной познакомился. А дальше посмотрим на их реакцию. Если сбегут, еще лучше. А если нет, ну, втроем посидим, что, видос поснимаем. Мне кажется, будет вообще прикольно. Надоело, поотдыхал-подыхал на этом острове Панглау. А теперь уже буду, как говорится, разъезжать там, где поменьше туристов. Там люди, как бы, более заинтересованы. Реже они видели таких, как я, и такие все, вау. И это прикольно. А я жду свою еду, курочка жарится. Две куриные ножки и две порции риса. Сколько я заплачу за это? Всего 60 песо. Добрый вечер. А у тебя как делишки здесь? Я ожидаю мой транспорт. А, ты здесь работаешь в магазине? Я там подальше работаю. Короче, вот так вот. Не вовремя я ее зацепил, она уже садилась в трассику. Мы все равно ждем. У нас есть тут одна хорошенькая, сами видели, какая. Она вернется, потому что она уже на заказу. Но я не знаю, кто первый придет. Те, которые с фейсбука? Ну и сейчас вы узнаете получше, кто такие филиппинки. Я покажу вам, ну, в реальности. И то я наглый. Смотрите, он улыбается, улыбается. А ты знаешь, этот парень очень знаменитый здесь на острове. Смотри, фотографии. О, вот оно что. Ну, не такой прям знаменитый. Он ищет филиппинскую девушку. Я думаю, она уже заметила. Ну что, теперь хочешь посидеть со мной? Я стесняюсь. Мы просто будем говорить. Я извиняюсь, очень голодный. А где ты учишься? Сейчас я учусь в школе Попонг. Это такой колледж? Нет, старшие классы. В России 18 лет ты уже можешь учиться на втором курсе университета. А когда ты закончишь, собираешься куда-то поступать? В университет. А и кем ты хочешь стать по окончанию? Инженер-строитель. Я тоже инженер-строитель. А что ты делаешь здесь, на Бахоле? Я люблю филиппины. Честно. А завтра я еду в Балили... Балилиан. Я просто хочу показать, как местные филиппинцы живут. Я думаю, русскоязычному это должно быть интересно. А ты где-то неподалеку здесь живешь? А чем ты занимаешься в свободное время? В основном я смотрю социальные сети. Также смотрю Netflix. Как все. А что тебе известно о России? Не интересно. Ну а когда ты закончишь университет, чем бы хотела заниматься? Здесь остаться на Филиппинах или мигрировать? Да, я хочу остаться здесь. Ты не хотел бы мигрировать? У меня нет столько денег, чтобы мигрировать куда-то. То есть ты хочешь строить дома? А как часто ты можешь встретить иностранцев здесь? Здесь так Беларани с трудом можно встретить. Но на Панглао в основном там все иностранцы. А хотела бы ты подружиться с иностранцем? Да, конечно. Мы можем быть друзьями. Ты можешь, если хочешь, добавить меня в фейсбуке или инстаграме. Да, конечно. А могла бы ты себе представить, что ты в отношениях с иностранцем? Нет, а почему? Я не знаю. А что, тебе не нравятся иностранцы? Я хотела бы дружбу с иностранцем, но не отношения. Ну а если ты влюбишься? Я не знаю тогда. А как тебя зовут, прости? Митси. Митси. Сергей. Приятно познакомиться. Мне тоже приятно. А у тебя есть какие-то увлечения? Иногда я делаю зарядку. Ты ходишь в какой-то зал? Просто дома? Да. А ты живешь в частном доме? Недалеко отсюда? Да, рядом. Ну что, увидимся, когда я в следующий раз вернусь в Токбелоран? Извини, я голодный. Ну, приятно было с тобой познакомиться. Да, мне тоже. Увидимся еще. Да, короче, приехала. Увидела меня с этой. Написала мне, видела тебя с другой бабой. Я говорю, слушай, мы просто общались. Она меня узнала. Ну, как же, выдумал, что она меня узнала. Стоит там возле входа в магазин. Здесь она за звуком стесняется пойти мне на встречу. Пойду я. Все равно надо что-нибудь купить. О, вы носите эти гребаные маски. А вот на Пангла у них кто не запаривается. Ну, а вы почему носите? Боитесь заразиться? Три девчонки. Ну, такие в теле. Че, в теле нормальные по сути. Ну, что, мы можем идти, чтобы где-то поесть. Да, сэр, там старый аэропорт. С этими тремя девчонками мы идем сюда. А здесь не просто что-то. Здесь бывшая территория аэропорта. Называется Old Airport. Ну, старый аэропорт. А теперь из этого сделали ночной рынок. Ну, и, соответственно, вот они сейчас нам покажут, что здесь происходит. И вообще есть не смысл здесь. Видимо, такое тусовочное место. А вы что готовите тут? Саварма. А курица у вас есть? Нет, это свинина. А, свинина. Окей. Все, вот такое вот я хочу, ребят. А у вас есть куриная грудка? О, ван, плиз. Ну, все, я нашел грудку куриную. Я бы тебе посоветовал есть куриную грудку, потому что она не жирная. Это не так просто здесь найти. А мы любим эту свиную шаварму. И ты тоже любишь эту свиную шаверму. А чем вы занимаетесь? Я работаю. Завтра поеду обратно в Кагаян-де-Ора, Минданао. Кстати, сегодня ты мне написала, я нелегкого поведения. А что ты имела в виду под этим? Не имеет значения. Нет, имеет, для моих подписчиков. Я знаю, что на Филиппинах вы говорите, что нет секса до свадьбы. Это так? Да, секс после свадьбы. Сначала вы ухаживаете, знакомитесь с семьей, а потом... Разрешение родителей, да, родители. Никакого секса до этого. Это значит, до свадьбы вы и вместе не живете? Да, раздельно. И это справедливо для всех филиппинок? То есть все филиппинки так? А, нет, не все. Ну, некоторые, да. А у тебя есть парень? Да, у меня есть парень, но он работает в Саудовской Аравии. О, так далеко? О, это же такие дальние, мучительные отношения. Это любовь. А любовь может ждать, пока ты не вернешься. Чао, хай! Аб去риие! Увидимся! 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 М 많ина, без! ну что девушки меня меня вот этой уже отдали притащили сюда говорят это лучший парк городе так белоран вот здесь одно колесо обозрения вот такие вот аттракциончики народа немного но вот тут народ суетиться в основном вот возле вот этого чё тут а ну вот они любят вот это на бабки играют они шарики что-то такое дурачество шалатаны там собирают а ты любишь играть в эту игру но почему ты можешь выиграть большие бабки но сестра и подруга сестры тащит нас сюда но гудэмин гудэмин давай братан сыграть нет сначала я должен узнать правило просто белое или голубое это все что да это все братишь что-то ты не договариваешь ты хочешь мои деньги просто не а вообще мне бабки не нужны короче если двойная голубая или двойная белая ты короче выиграть а если белая и голубая брат там просрался то есть ты выигрываешь если только две белые или две голубые я давай не спасибо сначала посмотрю на странная игра естественно ты выиграла сколько ты вы воене поставил десятку миллионов забрал двадцатку брата подождите а кто тогда проиграл он проигрывает здесь хозяин заведения до добрались владелец казино вот теперь он проиграл все что-то опять проиграл проиграл опять на вам нравится эта игра что у меня с мамой своей познакомить но я решил не отказывался что она мама зовет мы сюда заехали не знает куда скажу вам честно вот такая история у меня кажется двое детей а я так шутку сказал поехали ко мне массаж сделаешь ну сначала вроде как а потом говорит мне что давай уже следующий раз чтоб типа ты уже знал моих родителей чтобы уже как бы все серьезно бай бро местные рэперы короче собрались попиваю кишка покурил такие ребятки с района так там кто все живы я удаваю филиппинский рабочек на русский тебе нравится рэпчик да вы мне не вы мне не вы 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 Добавил субтитры DimaTorzok